здравствуйте друзья у нас есть тут некоторое время пока мы движемся по хайвею и вот я хотел поговорить с вами о сенаторе маккейне это как бы такой легендарный человек ему 80 лет это поколение которое ну как бы вот уходит это та америка которая уходит на наших глазах мы ее теряем он где-то вот по возрасту это поколение людей которые между нами вот и нашими родителями то есть вот наши родители там это люди родившиеся в начале двадцатых маккейн родился в тридцать пятом году и вот представьте себе когда война закончилась вторая мировая ему было 10 когда закончилась там корейская война ему было 53 год значит ему было 18 и вот вот человек он профессиональный как бы военный воевал во вьетнаме пять лет было в вьетнамском плену он сейчас сенатор от штата аризона и он шесть раз избирался сенатором вот последний раз в ноябре в тот самый день когда избирался президентом доналд трамп вот в этот самый день он шестой раз был избран сенатором а сенаторов вы знаете избирают на 6 лет то есть он 30 лет проработал в сенате то есть это человек вся жизнь которого это служение отечеству родине до каким-то идеалом и так далее это человек стоек это человек который не торгует собой и в этом смысле он во-первых бесконечно уважаем и как бы соратниками и противниками и так далее потому что современной политической жизни представить себе человека который не торгует собой так сложно как бы вот смысл политики в этом к сожалению торговля собой до торговли идеалами понимаешь говорить одно и делать другое и так далее это человек он как бы человек принципов вот помогут нравится его принцип или не нравится но человек принцип и тут маккейн привлёк к себе внимание очередной раз ну до этого я бы сказал что он привлёк себе внимание в 2008 году когда первый раз избрался президентом обама как раз вот в 2008 году ему 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 противостоял от республиканской партии маккейн это показывает вам уровень доверия к человеку в партии правда то есть его позицию его он он был кандидатом в президенты от республиканской партии и вот в 2008 году нынешний президент трамп поддерживал маккейна и он внес в его избирательную компанию максимально разрешенный законом взнос то есть нельзя вносить там любую сумму вот есть ограничение он внес максимально разрешенный взнос максимально разрешенный взнос сделала его супруга и дети его и так далее то есть они материально вот по максимуму поддерживали компанию маккейна и так вроде все было ничего но дальше трамп начал избираться президент или начав избираться в президенты и будучи ну вот по-английски это называется булли а по-русски я не знаю думаю что наиболее точный перевод это задира это тот который ходит всех задирает и вот он будучи таким задирой задирал кого надо и кого не надо тоже задирал в частности он начал задирать маккейна контекст в котором это происходит таков что я человек который придет и победит а все кто был до меня это все лузеры и ему говорят там ему год ну вот маккейн это же герой какой же он герой я не вижу там героя говорит трамп он же в плену был это говорит человек который будучи президентом оказывается значит главнокомандующим вооруженными силами страны он никак нету там героя никакого есть люди которые не были в плену вот это настоящие там бояки а это до чего тоже мне герои и вот и но я не 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 комментирую да но вот вы можете оценить каково было там допустим маккейну такое служб он правда тогда ответил он сказал что я лично себя героем не считаю сказал он я просто служака и вот и служу и делаю то что все должны на моем месте делать но дело не в этом я я помню его даже пытали там во вьетнаме он он там тяжелые эти пять лет у него были вот но но дело не в этом дело в том что вот он на него наехал таким образом самое главное что не незачем было то есть он бы гораздо больше очков получил в своей компании если бы сказал что я горжусь что вот там скажем у меня есть возможность сделать то что не удалось сделать нашему герою понимаешь которую мы все бесконечно уважаем значит вместо этого он его просто обгадил и этот это как-то настроить я думаю что отношения на этом месте стали портиться но маккейн будучи человеком как сказать партии вы не забывайте что его партия выставила кандидатом он он не чувствует себя просто маккейном а все остальные там какие-то нет он 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 вояка он служака он дисциплинированный и он человек партии до мозга костей и значит соответственно когда трампа выдвинули съезд республиканской партии избрал трампа кандидатом партию маккейн сказал ну значит я конечно с некоторыми оговорками ну конечно я его поддерживаю после чего он довольно в мягкой форме но но четко высказывался негативно о некоторых вещах вот связанных с трампом то есть когда трамп например наехал на пакистанских родителей вот солдата ну смысле офицера американской армии которая погиб в афганистане причем как бы геройский погиб пакистанский парень и значит он наехал на на его родителей это была довольно некрасивая история все как бы осуждали и маккейн тут высказался еще там что-то было он там высказывался но был момент когда опубликовали вот эти вот записи где он высказывается о том что вот женщина там можно там за любое место хватать если ты звезда то тебе значит она тебе слова не скажет и так далее и в этот момент маккейн сказал что как бы есть какие-то пределы после которых как бы он не может себе позволить поддерживать трампа и он то что я с этого момента свою поддержку отзываю на что трамп а ответил тем что он значит это вот и сегодня ты сенатор а завтра мы тебя переизберем и он поддерживал противника значит маккейна на выборах сенатора мысли там сначала выбор идет что внутри партий надо то есть против демократа он не будет поддерживать он не будет демократа против маккейна поддерживать но на внутри партийных выборов он поддерживал других другого кандидата тем не менее маккейн утер ему нос и стал кандидатом, то есть Маккейн от него не зависит Другое дело, что и Трамп от него не сильно зависел Но это вопрос в том, что как бы развитие отношений И представьте себе, что вот Маккейну сейчас 80 лет Его избрали на 6 лет в ноябре, то есть он фактически в следующий раз, если он вдруг соберется избираться, я не знаю, но ему будет уже 85-86 лет Это, в общем-то, серьезно Я не уверен, что он захочет это сделать, и я не уверен, что он сможет это сделать, с учетом того, что у него рак Мы не знаем, как долго он вообще проживет на этом свете, и мы, конечно, желаем ему долгих лет жизни, но тем не менее Он сейчас в таком как бы состоянии духа когда он может себе позволить быть самим собой И вот на днях его прооперировали обнаружили, у него там опухоль в мозгу У него, видимо, будет химиотерапия там и всевозможный набор всяких дел И довольно опасно это все Но он, тем не менее, приехал в Вашингтон, чтобы участвовать в дебатах и в голосовании по вопросам здравоохранения И он своим голосом убил ту реформу, которую но не реформу, реформу это нельзя назвать Попытку Он убил ту попытку, которую делала республиканская партия с тем, чтобы выйти на следующий этап в реформе здравоохранения И как бы с одной стороны говорят вот, значит, ну там не только он там было еще два республиканских сенатора которые отказались поддержать То есть, имея формально большинство 52 человека им нужно было всего 50 голосов Но вот Маккейн был третьим Про двоих было известно, что они не поддержат Но вот Маккейн был третьим И я смотрел это в прямом эфире Это было глубокой ночью Где-то в пол второго ночи примерно это было в Вашингтоне И они там сидели, не расходились Голосовали И прямо перед голосованием к нему подошел вице-президент Пенс И минут 15 с ним разговаривал А Пенс приехал, потому что если бы голоса легли 50 на 50 Что было как раз вероятно очень То есть, шанс был большой И Пенс, как вице-президент мог, значит, узел разрубить Сказав, что вот я туда или я сюда Ну, то есть, понятно было куда Но, тем не менее, он специально приехал Он минут 15 с ним разговаривал И Маккейн проголосовал против все равно То есть, давление было чудовищно И на него, и на остальных сенаторов И он проголосовал против Значит, чтобы было понятно, что произошло Значит, в течение 7 лет В течение 7 лет Республиканская партия Ну, как организация Как организация Занималась Фактически фальсификацией То есть, они ругались на Обама Кер Что само по себе неплохо В принципе, надо ругать Обама Кер Надо Но они как бы все это время Говорили, что у них есть решение То есть, вот надо вот это, вот это Вот то, сейчас они придут и все сделают Они 7 лет обманывали страну Создавая впечатление, что у них что-то есть Дальше выяснилось, что у них ничего нет И после чего, значит Они пытаются В обеих палатах Где у них большинство Они пытаются скрыть То, что у них нет ничего И вместо того, чтобы сесть И начать работать над тем Чтобы была в стране хорошая реформа Они очередной раз пытаются Устроить обман Они пытаются сделать некоторые такие манипуляции Чтобы, с одной стороны, не создать Никакого здравоохранения Но, с другой стороны Они не могут У них нету, правда, нету Но Они бы, может, хотели Но нечем Но при этом Создать впечатление Политически Что они вот эти 7 лет шли Вот они снова Вот они победили Вот они сейчас чего-то добились Вот они обещали А это был обман Все, что они обещали Был обман По вопросу здравоохранения Ноль И вот они этот ноль Пытались превратить Пририсовать там единичку И Сначала палата представителей Где они договориться Не могли ни до чего Приняла какой-то Даже не знаю Какого-то уродца Со словами о том Что, ну Надо двинуть вперед Просто, чтобы уже Так как бы Отдать Ну, шаг сделать А дальше Сенат пусть поправляет В Сенате они опять Не могли ничего сделать Ни до чего договориться И они сказали Вот это то, о чем было голосование Они сказали Давайте мы примем Вот очередного уродца Гадкого А дальше У нас, значит Будет согласительная комиссия Между Нижней палатой И верхней палатой И вот эта согласительная комиссия Она Глядишь Чего-нибудь и решит При том, что Ни у нижней, ни у верхней палаты Ни у нижней палаты Нету ничего То есть Они толкали страну Реально к катастрофе И вот вышел человек Один-единственный Ну, я не имею в виду Было еще двое Да, были еще два Республиканских Сенатора И вот Но Маккейн Как бы вот он все решил И вот вышел этот человек Который не торгует собой И не торгует страной И не торгует партией своей Которой он принадлежит Это был человек Который фактически Пришел спасти Республиканскую партию Спасти ее Ее репутацию Ее честь Ее имя И так далее Потому что Если бы он поддержал Это был бы позор Который вообще не смыть никогда Настоящий позор Он взял на себя Понимаете? Вот он как Я не знаю Как Иисус Который своим страданием Там искупил за всех Понимаете? И вот он вышел Один И один все Весь вопрос решил Ну, у него была возможность И И там сидят другие сенаторы Понимаете? Они все зависимы Они зависимы от денег Которые получают На избирательную кампанию Они зависимы от поддержки Там национальных Комитетов Республиканской партии И комитетов Штатов Они зависят от Поддержки Или не поддержки Популярного Или непопулярного Президента Они все Очень-очень Зависимы Но В большинстве своем Они ненавидят И презирают Трампа Победа Трампа Была для них Для всех унижением Трамп Это унижение Республиканской партии Ну, вот вышло так 85% Тех, кто голосует За республиканцев Поддерживают Трампа Это страшные силы Которые боятся Сенаторы Конгрессмены Они боятся их Я вспоминаю Китаяночку одну Студентка У меня была Она когда-то была На высокой должности В Орокле Но потом у нее был ребенок Потом второй ребенок И она как-то выпала Из корпоративной обоймы Пришла к нам Подучилась И Ну, ей может быть Года 42-43 И потом Довольно быстро Тоже поднялась На высокую позицию В большой компании И она однажды приходит Посоветоваться Маленькая такая, знаете Вот И говорит Майкл Вот такая ситуация Не знаю, что делать Я говорю Давай Она говорит Вот я там Кейм Там Директор А там есть В параллельном подразделении Есть Индус один Который какой-то Синьер Квейтер И я говорю Ему не подчиняюсь Мы В разных ветках Но Иногда бывают Какие-то мероприятия Где мы должны сесть И там что-то обсудить И когда Речь заходит Об обсуждении Того или иного Момента Значит Она что-то говорит Индус говорит Нет, не годится Вот надо делать Вот так Она ему говорит А почему так? На что он отвечает Потому что я Синьер Кейм Директор А ты просто Кейм Директор Говорит Индус И она говорит И я в такой момент Не знаю, что сказать Я ей говорю Я тебя научу Ты скажи ему Fuck you И значит Она Так мечтательно Знаете Так ручки сложила Глаза к небу Задрала И говорит Майкл I wish One day I can say that То есть То есть как бы Мечтаю о том Что когда-нибудь Я ему это скажу Но Вот это то Состояние В котором находятся Конгрессмены Они там сидят И смотрят Вот на это И их с одной стороны Колотит А с другой стороны Деваться некуда Но Будет момент Когда они ему Все скажут И вот Они смотрят На Маккейна И они ему завидуют С одной стороны С другой стороны Они его безумно уважают Именно за то Что он может себе позволить То чего они себе позволить не могут Но хотели бы Так вот К чему я говорю Что Есть Знаете Вот так же Как есть Религия А есть вера Вот есть Церковь Да А есть вера Вот церковь Это организация А вера Это вера Она между человеком И вот Скажем Каким-то высшими Высшими силами То же самое Есть партии Вот есть партия Это как церковь Это организация А есть идеалы Есть идеалы Консервативные Есть идеалы Либеральные Нельзя сказать Чтобы они как-то Резко противоречили Друг другу Там и так далее Они дополняют Друг друга Это как бы гармония Как левая рука И правая Знаете Ни от одной Не хочется отказываться Смотрите Обе очень важны Особенно Когда они вместе работают Когда мозг Знаете В порядке И вот нервная система В порядке И вот эти руки Вместе работают Это Очень ценно Нежели там По одной И вот И вот есть человек Маккейн Человек Сенатор Маккейн Человек Консервативных Убеждений Но он не такой Не Как сказать Не правый Такой консерватор А он такой Умеренный Я бы сказал Вот он такой Умеренный Консервативный Предельно Вежливый И вот этот человек Встал За веру Против организации Против вот этой церкви Против вот этой банды Которая торгует Убеждениями И вот он Своим вот этим Ну я это Я это считаю Подвигом Вот то что он сделал Он показал Честный путь И он сказал Кстати Вот его слова Потрясающие Я думаю что Дай бог Чтобы он еще мог Послужить отечеству Но если этого не случится Если это последнее Что он так Имел возможность сказать Он сказал Что Хороший результат Правильный результат Может быть только В результате Правильного процесса Это то что Нарушил Обама Поэтому его Обама Керр вышел Через задний проход Понимаете Значит Должен быть Правильный процесс Должно быть сотрудничество С обеих партий Должно быть Широкое обсуждение В обществе Должно быть желание Сделать что-то А не симулировать Делание чего-то И он это сказал И потом вышел Сенатор Шумер Руководитель демократической Фракции В Сенате И у него голос дрожал Он чуть не заплакал Там на сцене Когда он говорил И он говорил То же самое Давайте вернемся В те времена Когда мы обсуждали Когда мы сотрудничали Когда мы что-то делали Для страны И я считаю Что Маккейн Это совесть современной Америки Это совесть Республиканской партии Это пример всем нам Как надо служить Родине Как надо служить Стране Как надо служить Народу этой страны Как надо оставаться Самим собой Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова